По требованиям концепции город поделен на четыре зоны. В каждой установлены свои требования к внешнему виду, габаритным размерам и местам размещения рекламных и информационных конструкций. Этой концепции сделано в том, что мы исключили такие устаревшие виды рекламных конструкций, как световые короба, бегущие строки и рекламные конструкции, которые имеют фоновую подложку. На сегодняшний момент у нас допустимы к размещению на территории города именно на зданиях только рекламные конструкции, имеющие объемные световые буквы. Постановление о соблюдении новой концепции, которая касается дизайн-кода города, вступает в силу с 15 января. Предприниматели, имеющие разрешение на установку рекламных конструкций, продолжат эксплуатировать их в соответствии с выданным разрешением до истечения его срока. Срок разрешения составляет 5 лет. Мы исключили из размещения на земельных участках электронные экраны, как тип конструкции, но включили туда более современные. Это так называемый диджитал, где изображение, позволяющее статически размещать информацию со сменой изображений, как перелистывание картинок в электронном виде на экране компьютера, для того, чтобы не отвлекать водителей и жителей визуальным рядом, то есть видеороликами. Мы разрешили размещать те же самые электронные экраны на объектах нежилого назначения, если это предусмотрено архитектурной идеей и не нарушает архитектурный облик самого здания. Соблюдение новой концепции обязательно для всех физических и юридических лиц, независимо от формы, собственности и ведомственной принадлежности, а также для индивидуальных предпринимателей при установке и эксплуатации рекламных и информационных конструкций на территории города. Мы хотим обратить внимание, чтобы предприниматели понимали, что есть понятие вывески, это то, что предусмотрено законом о защите прав потребителей, которое носит характер режима работы, которое наименование юридического лица, либо наименование магазина, либо место нахождения предпринимателя, и оно ограничено требованиями установленных правилами благоустройства на территории города. А информационная конструкция – это те конструкции, которые в соответствии с законом рекламы носят информационный характер. Мы тоже ограничили, установили их типы, размеры и место размещения. Если у жителей Рязани и гостей города возникнут вопросы к законности установки и эксплуатации рекламных и информационных конструкций, они могут обратиться в контрольно-аналитическое управление аппарата администрации города. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».